всем привет сегодня я хочу вам рассказать о состоянии вот этой орхидеюшки с обмороженными листиками которую я купила 5 дней назад по уценочке и показать какие изменения произошли и немножко рассказать о том что я планирую с ней делать если вам интересно как я ее покупала и как она выглядела на момент покупки пожалуйста переходите в описании там есть ссылочка и смотрите первое видео ну а сейчас повторюсь купила я эту орхидею за 350 рублей и она была сильно обморожена когда я ее покупала думала все будет намного хуже но при распаковке уже дома поняла что мне крупно повезло и состояние у этой орхидеи намного лучше чем я думала какие же изменения произошли за эти пять дней что она находится у меня дома ну во первых она распустила вот этот бутончик посмотрите какой красивый цвет конечно цветочек меньше чем все остальные и и вот например вот этот вот кстати я мерил этот цветочек он 11 сантиметров этот меньше но я думаю он еще дорастет вырастет несколько бутонов она решила все-таки засушить вот этот вот бутончик и вот этот бутончик уже не распустится она их засушивает но если честно это нормально я даже была удивлена когда она распустила вот этот вот бутончик но для такого состояния в каком она была и на этом ей огромное спасибо если мы посмотрим на листики то видно что листики хорошо подсохли липкие капельки остались вот только вот здесь это совсем немножечко дальше мокрота не пошла хотя я думала что вполне возможно она будет расти и это хорошо если бы мокрота разрасталась мне бы пришлось ее срезать ну а так я ничего не делала вот листик подсох и в принципе все хорошо если мы посмотрим на другие листики давайте вон переверну вот видите здесь видно вот здесь хорошо видно обморожение видно что дальше ничего не пошло шейка чистая только вот местами есть небольшие темные пятнышки мазать я ничем их не буду ковырять тоже мне кажется что процесс гнили остановлен процесс обморожения даже неправильно сказала не гнили а процесс обморожения и если держать ее в тепле не ставить на сквозняки поливать очень аккуратно то есть с ней будет хорошо корешки наши выглядят сейчас вот так вот и они хотят пить вот если мы посмотрим видите корешки немножечко посветлели и сегодня пора орхидею шку полить мы сегодня этим и займемся но поливать мы ее будем очень очень аккуратненько чтобы водичка не попала на листики на шейку также такие вот орхидею шки слабые со слабленным иммунитетом обмороженные нельзя заливать на длительное время то есть полив должен быть очень аккуратный мы будем проливать водичку только по краюшку горшка оставлять в поддончике буквально на 5-10 ну может максимум на 15 минут водичку все сливать и ставить обратно кстати все эти пять дней это орхидею шка простояла под искусственным освещением в тепленьком месте и вот как видим ей это только пошло на пользу вот сейчас давайте польем нашу орхидею шку вот так вот аккуратненько я наливаю водичку так почему только в одном месте они проливают по кругу потому что у нас лопнувший горшок пересаживать эту орхидею я не планирую вот видите водичка поднимается и она практически у края нашего поддончика естественно у нас вот здесь есть торфяной стаканчик это однозначно я уже даже посмотрела немножечко от гребла коры от шейки и он там есть пересаживать я эту орхидею не буду тревожить я тоже ее не буду во первых она цветет во вторых ее состояние сейчас такое что если ее я начну дергать она может стрессануть и потеряет часть корней поэтому пусть живет в том грунте в котором я ее купила я ее буду аккуратно поливать и наблюдать больше ничего когда она отсветет наберется сил корни пойдут в рост вот тогда я может быть вытащу ее и пересажу почему может быть потому что если она будет себя чувствовать хорошо будет растить корни то в принципе она может еще очень очень долго жить в этом горшочке место здесь предостаточно насчет торфяного стаканчика я не очень переживаю с торфяным стаканчиком орхидеюшки может могут жить довольно таки долго в родных горшочках просто нужно аккуратно поливать чтобы водичка не попадала на этот торфяной стаканчик и чтобы не произошло загнивание шейки или корней поэтому все очень просто вот видите если мы посмотрим уже немножечко стало меньше водички но сейчас мы ее оставим буквально на 10 минуточек чтобы она попила а потом снова с вами встретимся прошло 10 минут водичку я уже слила орхидеюшка попила корешки стали зелененькими сейчас я ее поставлю на место под лампу и она я думаю продолжит не только свой рост но и порадует меня еще долгим цветением если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте класс если у вас есть замечание либо пожелания пишите все о чем вы думаете в комментариях я буду рада читать ваши заметки ну а сейчас пока пока до новых встреч